Эрмес Гаспорини против Геннадия Квиквиния. Новое упражнение от Дмитрия Трубина. Низами Тагиев. Бросает вызов Акимбе. Прикалываешься, что ли? Сколько годков тут? 17. Можете, сынок, не ломай, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Спешу вам сообщить самые горячие новости в мире Арместинга. Акимба, не хочешь побаловаться со мной на МАК-3 декабря? Боже мой, кто это? Как? Вы не знаете еще, кто это? Это Бетаров Максим. По прозвищу Акимба. Это один из сильнейших юниоров России и блогер. В сети он известен под псевдонимом Акимба69. Парень регулярно выступает на различных спортивных соревнованиях. И обладает недюжиной силой. Парню пока всего лишь 17 лет. Представляете, каким будет этот парень года через 3-4? Я не могу даже представить, сколько весит эта штанга. Если Акимба согласится на поединок с Тагиевым, то думаем низами и ждет очень непростой поединок с этим юным дарованием. Но будет безусловно интересно. Не знаю, как вы. А я бы поставил на Акимба. Хотя Тагиев тоже не подарок. Готовится он, как мы видим, очень серьезно. Взять хотя бы его последнюю зарубу в подъеме на бицепс. Пиши в комментариях, за кого будешь топить ты. Если этот поединок состоится. Кто выиграл в этой зарубе? Вы узнаете в конце выпуска, друзья. А сейчас давайте с вами оценим полезность упражнения, которое делает Дмитрий Трубин. Статическое упражнение для наработки борьбы верхом. Здесь создается максимальное усилие на пояс. Когда вы тянете блок с поясом или ручкой, неважно. Вы создаете определенное усилие, равное весу на тренажере. В данном же упражнении вы создаете максимально возможное усилие, которое только можете. Мы считаем, что это максимально приближенное к борьбе за столом упражнение. Пишите в комментариях, друзья, как вам данное упражнение. А мы продолжаем. Друзья, вы часто пишите в комментариях, что многие поединки, которые мы анонсируем, предсказуемы. И поэтому в них нет интриги. Вот вам совершенно как нам кажется непредсказуемый поединок. Эрмис Гаспорини и Геннадий Квиквиня. Думаю, ни один эксперт не сможет точно предсказать, в чью пользу закончится эта схватка, этот поединок. Ответят нам на вопрос. Действительно ли так силен Гаспорини? Если Гаспорини победит Геннадия, то мы еще с большим нетерпением и волнением будем ждать поединка Трубина с Гаспорини. А вы, друзья, пишите в комментариях, кто на ваш взгляд победит в этом бою. Ну что, друзья, как вы думаете, кто выиграл в зарубе в подъеме на бицепс? Низами. Или Валерий? Давайте досмотрим тренировку ребят до конца. А мы прощаемся с вами. Но ненадолго. Уже совсем скоро новый выпуск. Поэтому не забудьте подписаться на канал. Чтоб не пропустить новое видео. Пиши свое мнение в комментариях. Ставь лайк, если любишь спорт. И самое главное, не забудь поделиться этим видео у себя на страничке. Для меня это важно. Для вас работал. Чемпион мира по пара армрестлингу. Зинатулин Руслан. Читинг можно, но только разом. Накидывать можно на бесконечность. Поэтому смотрите сами, не обманывайте себя. Мне очень плохо болит. Поэтому не дремь. Нормально делать. Жестко. Что краска, а что ли? Что? Если не делаешь, то... Ха-ха-ха-ха. Два, девочки, пять. Жесть. Девять, давай, десять, еще два. Красавец. О, красавец. Машина, я сейчас думаю, забьется. Я не хотел делать двенадцать. Наверное, две двенадцать. Поток. Двенадцать здесь. Двенадцать. Валера, мне кажется, не стал. Давай я тоже делаю на максимум и даю тебе вызов. Посмотрим. Давай, давай, давай. Легко. Бам. Ты что? Да не масло. Как ощущения? Если я сейчас сделал 24, то я сдаюсь. Я остановил. У ребят сейчас уже мои веса в подъеме, сидя. А я сейчас дорос до 60 на 3 повторяю. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 24. Сейчас ты красавчик! Сегодня я пока в пробеже! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok